Что же, Саакашвили купил билет в Грузию. Помимо видеообращения, он показал фото с приобретённым на 2 октября билетом. Причём прилетать экс-президент намерен вместе со своей матерью, Гиули Аласания. 2 октября в Грузии пройдут выборы в самоуправление. Граждане будут избирать мэров и депутатов совещательных органов, Сакребулу. Оппозиция называет выборы референдумом, ибо одним из основных пунктов соглашения, достигнутого при содействии президента Евросовета Шарля Мишеля, было условие, что если грузинская мечта не получит 43% голосов на местных выборах, то будут назначены досрочные выборы парламента. Однако правящая партия в конце июля вышла из соглашения и отказалась выполнять это условие. Напомню, что Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, проработав два президентских срока. Когда его второй срок подходил к концу, в республике произошёл переход с президентской на парламентскую систему управления. Многие люди считают, что таким образом хитрый Миша просто хотел остаться у власти, но уже в должности премьер-министра. Сам Саакашвили эти обвинения отрицает. Как бы то ни было, парламентский выбор 2012 года партия президента Саакашвили проиграла. К власти пришёл миллиардер Бедзина Иванишвили, основавший партию «Грузинская мечта». Около года Саакашвили был президентом-оппозиционером, ибо у власти находился его прямой конкурент. Не дожидаясь окончания своих президентских полномочий, он уехал из страны. А новая власть завела на Михаила Саакашвили несколько уголовных дел, дабы у него было меньше желания возвращаться. Собственно, с тех пор бывший президент на родину не приезжал. Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили уже пообещал, что если Михаил Саакашвили приедет, то его ждёт тюрьма. Он прекрасно знает, что попадёт в тюрьму. Единственная задача и цель Саакашвили – дестабилизировать нашу страну и посеять хаос. Его единственная цель и желание – вернуться к власти, что для Саакашвили и его команды убить является недостижимой мечтой. Сегодня государство сильное, и пусть Михо и его банда не думают, что сейчас 2003 год. Все понесут строгую ответственность за любые провокации. Этот человек грозился приехать в течение 8 лет, но не может приехать, потому что он трус. Саакашвили на самом деле множество раз заявлял о намерении приехать. Практически на каждых выборах. Однако, пока этого ни разу не происходило, ибо по приезду его, вероятно, ждёт уголовное преследование. Конечно, большой вопрос в том, насколько легитимны заведённые против него уголовные дела, если учесть, что он спокойно передвигается по Европе и США. Однако, в Грузии эти дела заведены. Оппозиционеры в то же время считают, что Саакашвили должен вернуться. Например, бывший сторонник Михаила Саакашвили, а ныне член партии Европейская Грузия Гига Бокерия считает, что главная задача – это победа над режимом Бедзина Иванишвили. Это общенациональная задача – одержать победу над режимом Иванишвили. Всех нас, активных сторонников, так и противников Саакашвили объединяет общий национальный интерес – жить в свободной, независимой стране. А лидер, основанный Михаилом Саакашвили партией Единое национальное движение Никамелия, и вовсе предполагает, что в нынешних условиях на Саакашвили могут быть заведены новые уголовные дела. Поделюсь с вами одной информацией, полученной от надёжного источника. Они настолько не доверяют Саламезу Робишвили, что нескольким топ-прокурорам в прокуратуре было дано задание подготовить почву на основании новых уголовных дел. В том случае, если Саламезу Робишвили помилует Михаила Саакашвили, а она может это сделать за пять минут, у грузинской мечты будет запасной план. Это признак отчаяния. Информация надёжная. Не знаю, насколько информация надёжная, однако юридически Саакашвили действительно может помиловать Саакашвили, ибо президент имеет на это право. Однако, ещё в 2018 году она заявляла, что делать этого не собирается, ибо считает Михаила Саакашвили диктатором, преступником и так далее. Забавно, кстати, что именно Саакашвили, ещё будучи президентом Грузии, пригласил Саламезу Робишвили в страну и даже назначил на какую-то там должность. Правда, в скором времени она сказала, что будет выступать против кровавого режима Саакашвили и ушла в оппозицию. Я не совсем понимаю, почему Михаил Саакашвили так серьёзно настроился на возвращение именно сейчас. Откровенно говоря, предстоящие выборы не особо важные. Даже если предположить, что власть не сможет набрать более 43%, она вряд ли станет проводить досрочные выборы в парламент. Мечтатели уже множество раз повторяли, что вышли из соглашения Мишеля и никаких досрочных выборов ни при каких обстоятельствах ждать не стоит. Другой вопрос, что Грузия всё-таки кандидат на вступление в Евросоюз. И Европа, ровно как и США, в определённых моментах могут оказывать на грузинскую власть давление. Хотя нужно ли это Европе в данной ситуации или им в целом пофиг. Я уже отснял видео, собирался выложить его перед выборами, однако сегодня утром, 1 октября, появилась информация о том, что Саакашвили вроде как вернулся в Грузию и даже снял видео якобы из Батуми. В ролике он заявил, что уже находится в Батуми, а 3 октября, то есть в воскресенье, пообещал приехать в Тбилиси. Некоторые из членов нацдвижения подтвердили, что третий президент уже находится в Грузии. При этом другая часть оппозиции сомневается в том, что кадры реальны. А один из лидеров партии власти, Иракли Кобахидзе, утверждает, что Саакашвили в Грузии нет и происходящее является клоунадой. Саакашвили в Грузии нет. Еще раз могу повторить, что Саакашвили нет в Батуми. Видео записано не в Грузии. Это то, что я уверенно могу сказать. В национальном движении обещают, что Михаила Саакашвили покажут публике завтра, 2 октября, в 20 часов 5 минут. Я пока не понимаю, что вообще происходит. Очень странно, если человек, на которого заведено несколько уголовных дел, реально смог тихо пересечь границу. Да и каким образом ему удается гулять по Батуми, не встретив там ни единой души. Я сам был в Батуми где-то месяц назад. Там очень тяжело найти безлюдную улицу. Хотя бы какое-то количество людей все равно будет гулять неподалеку. А когда ты экс-президент, один из самых узнаваемых людей во всей стране, я не представляю, как тебе удастся так спокойно прогуляться по улочкам. Тем более в Грузии везде патрулирует полиция. В любое время суток. Каким образом по улице может гулять бывший президент с несколькими уголовными делами, который как-то незаметно пересек границу. Да и в МВД Грузии утверждают, что Саакашвили границу не пересекал, а в случае пересечения был бы арестован. Либо грузинское государство реально не функционирует, либо это все фейки для отвода глаз. Пока это все выглядит очень странно и непонятно. Я не могу дать никаких комментариев. Я вообще не думал, что мне придется сегодня переснимать концовку ролика. Вот не мог Миша подождать один день, чтобы я спокойно пошел пить вино и ждать выборов. Возможно, пока я монтирую видео, произошло что-то еще. Сейчас такой момент, что новые события могут случаться каждый час. На данный момент я предпочту дождаться завтрашнего вечера и посмотреть, что же на самом деле происходит. Пишите, обязательно пишите в комментариях, что вы думаете, какие у вас мысли касательно происходящего. А я пойду дальше читать новости. Субтитры сделал DimaTorzok